всем огромный привет добро пожаловать на мой канал у нас погода в питере можно сказать наладилось я бы так выразилась девочки у нас сейчас вот сегодня где-то 23 градуса периодически выходит солнышко с утра был дождик принципе даже не особо душно потому что у нас тут было после вот этой жары сильный у нас прошел ливень извиняюсь у нас сейчас ну как солнышко ушло все соседи косят травой я тут не знаю куда деться но это за города закрыла окна то что-то очень жужжат вот в общем была гроза гроза была ночью ужасные девочки вообще громкала сверкала вообще прям светло было аж как днем ужас вот и потом вышло солнце и было вообще жуткая духота вот сейчас уже наладилась погода обещают все у нас дожди снова вот может быть завтра послезавтра или когда там не знаю в общем и потом температура будет примерно там 24 25 26 это для санкт-петербурга считается жаркое лето хорошее лето обычно у нас температура где-то от 18 до 25 градусов обычно 20 21 22 вот так вот вот но соответственно когда дожди то поменьше то есть там 18 где-то градусов примерно такая история сан петербург стоит на болоте и у нас очень душно очень влажно то есть когда выходит солнце начинается все вот вся влажность испаряться и просто невозможно дышать именно поэтому 30 для санкт-петербурга это очень очень много это очень душно и это невозможно находиться на улице мне кстати также спрашивают по поводу того что почему мы не установим кондиционер дома что я вам скажу так за шесть лет вот мы живем в доме уже шесть лет это первый год когда мы задумались о том чтобы установить кондиционер потому что до этого у нас до были жаркие дни но не настолько и не так долго и не так много было знаете про сан петербург говорят такое есть анекдот типа вас вообще бывает ли это не знаю я в тот день работал вот примерно так у нас на самом деле лето и бывает не всегда вот но в этом году очень хорошее лето очень радует на самом деле даже несмотря на то что были жаркие очень жаркие дни вот так что вот такая вот у нас история сегодня там не должна приехать доставка ламоды я заказала там еще шорты мальчишкам мужу там обуви заказала и себе несколько платьев а платье в гардеробе в основном это знаете с подкладкой либо такие плотный материал а вот тоненького платья сообщим заказала несколько платьев я очень надеюсь что подойдут все потому что я хочу купить все но посмотрим что в итоге как мне подойдет вот ну и так немного обо всем вот мы кстати уже сняли первые три огурчика девочки вообще красота вот но не знаю если выйдет солнышко то парник уже не пойду показывать не буду кто что мне возможно находиться вот ну как всегда такой влог немного обо всем собрали вместе с моим младшим сночком клубнику немножко землянику земляника настолько только началась у меня пол грядочки так что очень даже неплохо и вот столько клубники большие ягоды конечно же были съедены в процессе да помогал мамочки взмокли немножко вот солнышко вышло так что не знаю что будем делать с клубники и сделать вот компот я попробую попробую а и земляники можно сделать тортик тортик хорошо что-нибудь сделаем сегодня с тобой вкусненько сладенько да так что мы молодцы ну что решила сделать вкусный десерт с клубникой здесь я перетерла клубнику с сахаром просто вилочкой размяла печенье вот такую крошечку сделала и это у меня сыр вот этот рикотта с сахарной пудрой вот буду выкладывать начале печенье а потом немножко залью вот этим сыром снова залью еще взбитыми сливками украшу и свежими ягодами украшу будет очень вкусно сейчас делаю покажу результат и вот такая вот красота у меня получилось девочки очень вкусненько прямо балдежно сейчас будем с мальчишками мы сможем немножко релаксировать такой вкуснятины немножко взбитых сливок вообще просто вкуснятина вот так что всем советую тоже такое делать летом в жару самое то а еще уже постепенно делаю заготовки на на зиму это я кинза кинза моя любимая наросло мне и прилично в общем я ее срезала и ну чай срезала да и в общем нарезала и вот такие пакеты очень удобные вот эти пакеты здесь еще можно кстати подписать но у меня нет специальной ручки вот такой вот вот и сейчас отправлю все это в морозилку я обычно вот так вот вот так вот складываю чтобы тут воздух небольшой был когда заморозится уже более плотные потом просто в этот же мешок открываю и докладываю сюда у меня получается там мешок но вот прошлом году я кинзу не сажала в этом году только да вот такой мешок у меня там петрушки лук если остается тоже я его замораживаю вот укроп хочу в этом году также сделать в общем вот и потом добавляю там можно в суп бросить можно в тушеное мясо к просто к тушеным овощам любым зимой вот такая зелень очень ну скажем так украшает блюдо вот можно кстати даже просто замороженные достать и в салатик бросить если кто так любит что вот такой вот у меня уже пакетик вот сейчас буду морозилку бросать так на что приехала ко мне ламуда мужу заказала я вот такие ботиночки как раз сейчас ходить вот здесь написано коричневый кожа из пилок не знаю что это такое но муж сказал померил их скала очень очень удобные там сейчас бегать к брюкам как раз отлично светленькие такие мальчишкам своим старшему младшему я заказала шорты вот такие как в которых можно плавать но они вообще для плавания но они мне и ходят в них и плавают в них в общем все в них делают это шорты младшего у старшего точно такие же они уже деле убежали у меня вот у старшего точно такие же старший взял мне только одну пару а младшие две вот у них двое одинаковых и еще одни сейчас покажу позову младшего покажу какие шорт такие вот у нас еще шорты уже одел и сейчас пойдет ниже колен себе я заказала вот такой платится очень нам не понравилось она стопроцентный хлопок и производство это турция вот ну очень она приятная тонюсенькая к телу вот у меня такого тоненького платья на жару как раз таки и нету и еще одно мерил она мне не подошла она кажется таким малюсеньким на самом деле это просто резинка на талии очень хорошо подчеркивает талию в моем случае от ну меня она отсутствует но прям вот очень хорошо все подчеркнула вот и я его сейчас отглажу как раз так марка называется и размер с взяла потому что м к м к очень свободно мне в груди вот то есть она на грудь побольше вот так называется марка очень платится супер просто тонюсенькая при этом не сильно просвечивает сейчас его как раз минут погладить отглажу и покажу вам примерю на себе и еще девочки взяла себе вот такую авоську ты за и не слушайте но я ее для таких целей буду использовать очень она мне понравилась расцветка то есть я вот такие сумки я использую как раз таки для того чтобы ходить в магазин вот сейчас летом можно даже просто куда-то пройтись пройтись или сумка на пляж здесь идет такая хлопковая вставка и сетка авоська очень мне понравилось девочки классная тоже хочу немножечко отпарить потому что он такая мятенькая немножко вот и в общем длинные ручки можно и в руках можно на плечо повесить в общем сумочка такая ну мне необходимы такие вещи и у меня одна порвалась вот на замену себе взяла и даже с мальчишками если мы куда-то далеко идем там кофту положить этот бутылку воды и вообще супер такая авоська очень мне понравилось ну что девочки вот это платьица посмотрите какое оно классное он очень мне кажется подчеркивает вообще вот мне идут такие фасоны платья вы знаете которые ну как бы вот здесь вот широкие в общем и брюки мне такие идут многие из вас мне тоже писали об этом вот на платье очень классно она видите не просвечивает но при этом она достаточно тоненькая стопроцентный хлопок вообще супер у меня не знаю мне она очень нравится нравится вот эти воланчики я их отгладила в принципе платье можно можно даже не гладить вот можно и его постирать то есть в отпуск например на взять куда-то на море шку кого сейчас жарко вообще будет классно с любыми шлепками я что не принесла обувь девочки извините пожалуйста мне надо мыть чтобы показывать с любыми шлепками босоножками со всем чем угодно и сумка вот это вот боже как она мне нравится девочки такая войска я у нее короче подкладку погладила вот это вот вот но если ее набить она будет более широкая я летом обожаю носить такие вот просто холщовые сумки набил туда все что тебе нужно и пошел и в магазин пошел и куда угодно пошел у меня была такая тоже беленькая сумочка но не авоська просто такая холщовая она у меня порвалась я ее стираю в обычной стиральной машинке на каком деликатном режиме все хорошо отстирывается даже помню пятного водителя использовала тоже все хорошо отстирывалась и вот такая вот тоже сумочку согласитесь классно она мне так нравится вообще эти напоминает еще положить туда такое стеклянное молоко или кефир и батон до без упаковки и вообще утром детство детство до девочки вот так что но платье мне он это очень нравится не знаю но легкая воздушная на жару вообще супер и при этом подчеркивает талию то есть у кого как как у меня нет ее нет единственное что мне кажется она большую грудь не подойдет потому что у меня грудь небольшая но вы видите что вот здесь вот та которая платье было побольше размера но здесь вообще мне очень сильно топоршилась но очень видно было что там внутри чего-то не хватает вот так что вот такой вот очень красивая платьица солнышко сейчас ушло боночка моя тут дремлет на крыльце а мелкая дома хочу вам сейчас показать чем занимаются мои мужчины где они меня пропадают вот они себе купили новую игрушку в общем и занимается чет там подкрасили чет там поговорялись катаются разобрали уже там все в общем на этом вторые руки в общем мы мы большую часть дня до когда нет солнца они сидят тут так что них новое развлечение ездили уже куда-то очень в лес в лес они ездят кататься сказали поедут за грибами на этой штуке ну типа меня посадят куда-то вон туда и поедем за грибами девочки по грибы по ягоды сказали будет весело я еще кстати ни разу не каталась но я как-то не экстремал как-то желанием не горю если честно вот но мои катаются каждый день по несколько раз в день муж приезжает с работы и они уезжают так что у нас может сказать доме тишина и покой я не вижу своих мужчин они пропадают здесь вот еще они решили там что-то соорудить какой-то навес ненавес в общем ну вы поняли да так что то вот вот такие вот развлечения у моих мальчиков на все лето мы не только на лето но по крайней мере все лето они точно будет этим развлекаться аккуратненько не упози только радуга какая красивая да владик ничего все прям яркая такая вообще красота красота какая просто и дождичек маленький идет до дождичек пришла наблюдать вон там вторая смотри 2 маленькая да вон она с той стороны тоже видно смотри он старая радуга класс вообще такая яркая прям две радуги надо два желания загадать как она называется сказать не надо надо желание рассказывать то не сбудется вот и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова